Мессия, согласно ветхозаветным пророчествам, на самом деле должен был хотя бы один раз привести человека к жизни. Но если мы внимательно посмотрим на то, что делал Христос, то, по сути, воскресением из мёртвых будет только один эпизод. Это в случае с Лазарем. Несмотря на то, что мы уже видели массу эпизодов, где речь шла фактически о воскресении. Вот отрока в ткани галилейской, отраковицу девочку он воскресил. Но в первый же раз мы очень правильно задали вопрос, а как же зажечь дух? Дело в том, что в еврейской традиции дух, который мы воспринимаем как дух, он не совсем нам принадлежит. Это нашама, дыхание божества. А наша душа, она смертная. Поэтому апостол Павел будет говорить, плоть и кровь в Царство Божие не наслезает. Наша душа, которая состоит из крови, в Царство Божие не войдёт. Человек душевный, психически не войдёт в Царство Божие. Вот такие, какие мы сейчас есть, мы в Царство Божие не войдём. Вот из нас, может быть, войдут некоторые, которые вдруг родились духом. Пневматикоз, говорит апостол Павел, пневматический человек, духовный человек войдёт. А психикоз психически не войдёт. Вы представляете, какой шок был у греков, когда апостол Павел это им говорил. Они-то, как Платон говорил, считали, что тело это темница для души, что у нас там душа есть. То есть, что человек может жить в жизни тела, а Павел говорит, неясно, даже так. Жизнь будет даваться только человеку, который рождён духом. Опять же, вопрос для рассмотрения, но мы сейчас о другом говорим. Нужно иметь в виду, о чём спрашивают Христа, и что не могли понять апостолы. Нужно иметь в виду, что жизнь, то есть дух, Нешаму, даёт только Бог. Вот нефиш, нашу душу, могут дать родители, призачатели. Человек становится духом. Но вот родиться духом человек может только от Бога. В связи с этим, по крайней мере, в Ветхом Завете есть указание на то, что если что-то идеальным пророком, Мессией помазать, он может воскрешать мёртвого. Но вся проблема в том, что по еврейской традиции, человек в течение трёх дней после смерти умер. Как это ни парадоксально для Нех, то есть в течение трёх дней Нех ещё не вышло из тела человека. И поэтому, когда он подходит к мальчику, которого несут только на пруду, то он в противовес тому, что он в другом случае говорит женщине, не прикасайся ко мне, или когда женщина, его страдавшая гематила за край одежды, за священную кисточку, то считалось, что человек должен оскверниться. А вот здесь Христос почему-то не боится оскверниться. Он даже ученикам говорит, пусть мёртвые погребают своих мертвецов. Это вне как к ветхозаветным первосвященникам, даже не священникам, а первосвященникам. То есть можно прикасаться только к Отцу, и всё, больше никому. А первосвященнику даже им нельзя, умершим, прикасаться. Почему? А кто его будет освятить? И вот Христос то же самое говорит другу, он спочеку, возлагает на него руки и говорит, встань. Так он осквернился или нет? Судя по тому, что мы видим, мальчика только хоронили, значит не было ещё трёх. Христос так и отвечает, не бойтесь от раковицы, там или мальчик не умер, но спит, душа ещё в них. Поэтому он только пробудил душу, он не воскресил в тот момент. А вот слух с Лазарем, чётко указывается, что там он был четверодневный, то есть его телом смердит, разлагаться. То есть нефиш вышла. И вот здесь мы видим, что Христос не возлагает руки, он бесконтактно говорит вглубь пещеры, Лазарь, выйди вон. То есть он ни разу не осквернился. Понятно, о чём речь. То есть апостолам с таким пониманием воскресения весьма сложно было представить, что Россия так быстро умрёт. Если он должен выполнить миссию свою, то есть чтобы спасти Израиля, то каким образом это может быть позорной казни? От языка. То есть это они уже не могли понять. А Христос обычно ссылается на книгу пророка Исаии, которая вообще комментируется и до сих пор не читается у евреев на синагогиальном богослужении. Кстати, если внимательно посмотреть, то особенно наристы, участники кружка наверняка помнят, что те моменты книги пророка Исаии, которые мы цитеряются и у нас на богослужении. Первую главу. Где Исаии обличает религиозную общину, то есть какие праздники хочет видеть, а какие вообще не хочет. Поэтому понятно, что апостолам, людям не книжным, но всё-таки в еврейской традиции находящимся, то есть имеющим представление о идеях священия, но как раввины они не изучали ничего. Им необходимо было, чтобы Христос дал им возможность всё это прочувствовать, понять. Поэтому неудивительно, что когда они находились на панихиде, помните, да, они собрались в одной комнате, и вдруг Христос появился среди них. Что первым делом сделал Христос? Он думал, сказал, примите, и отверз им ум разуметь Писание. Обратите внимание. Когда был эпизод, когда в конце служения или в начале? В конце служения. То есть они с ним ходили три года. Они учились каким-то принципам, вот как мы на богословском кружке. Но для того, чтобы войти в школу, недостаточно только знаний. Ещё необходимо, чтобы открылся ум, то есть нашама, разуметь Писание. Поэтому, что означает вот эта приписка в Евангелии от Иоанна? Раз Евангелие от Иоанна написано непосредственным учеником Господа, Иоанном Богословом, то понятно, что Иоанн Богослов пишет о себе. То есть он теперь, после совершенствия Духа Святого, многое увидел в ином свете. А в то время ему казалось, что само слово «анастасис», которое у нас переводится как «воскресение», оно не должно переводиться в «воскресение». Вот Христос в воскресе из мёртвых – это неправильно. Потому что такого слова не было до XVII века. Дело в том, что со словом «крес» оно не связано. Анастасис воскал, то есть упал до этого и потом встал. То есть евреи, апостолы вполне могли понимать так, что мессия, мессия, образом, в забвении, или у него будет неудача в служении, а потом Бог вознесёт его. В прямом смысле, что он умрёт, а потом вдруг восстанет. Им было сложно. Они знали, что… Помните, Христос о Лазаре-то говорит? И тут прибегает Мария, сестра Лазаря, и говорит, «Верю, что воскреснет воскресение мёртвых». А Христос ей в ответ говорит о воскресении жизни. То есть, видите, это на самом деле апостолы верили. Но они не знают, что Христос действительно имеет власть над жизнью в прямом смысле. У нас даже до сих пор многие православные этого не понимают. Они верят в истину о воскресении. Но вы смотрели когда-нибудь ролики в Академии веры? В Московской Духовной Академии есть такой проект «Академия веры». Значит, интернет-проект. Предполагает, что людям, незнакомым христианством, дать какие-то представления о вере. И вы знаете, какой образ приводят, связанный с Евхаристией? Якобы, ну вот Евхаристия, знаем, что такое, да? Единая чаша. И там, например, вот люди, мёртвые, зомби-апокалипсис, вдруг они все встают. Вот прям как они есть. То есть не такие, как вот говорит православное предание, что они все будут иными. А вот прям как в зомби-апокалипсисах. Все, значит, гниющие там и прочие, и прочие танцуют. И при этом в этом ролике указывается, вот суть нашей Евхаристии – это дарование жизни людям, живым и умершим. То есть мы Евхаристию очень часто воспринимаем как магическое средство. Поэтому мамочки приносят детям счастья, прям как в поликлинику. Вы видите, что у нас, мы говорим, что мы Новый Завет, а мы не понимаем, что такое воскресенье. Что же мы хотим от апостола? Поэтому здесь очень честно и говорит вам Богослов, что понимали, но не все. Поняли после. Просто находились постоянно рядом, видели столько чудес. И когда им напрямую говорили, и все равно они не осознали, что ли, до конца. Не знаю, как правильно выразиться. Не осознали или не поверили все-таки. Видите, в чем дело. Если мы по-своему понимаем даже Евхаристию, видите, несколько магически. То, что мы хотим от апостолов, которые прекрасно, в отличие от греков, язычников, понимали, что Бог воскрешает в первую очередь народ, как дерево. Нигде в Ветхом Завете не было указания на то, что Бог воскрешает конкретного человека. Только дерево. Авраам верит Богу о том, что через 400 лет его на тонкие войдут в Ханан. Это вера Авраама. И апостол Павел говорит, мы ей должны подражать. Вот так здесь нет речи о том, что Авраам воскресен через 400 лет. Будут его потомки. То есть видите, откуда апостолам было думать о индивидуальном воскресении. Собственно, и Христос отнюдь не везде говорит об индивидуальном воскресении. Только вот в его случае речь идет об индивидуальном воскресении. Но он, помните, что говорит, секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее плода, бросается в огонь. То есть Христос тоже мыслит в категориях сада. Всякий человек, который выполняет заповеди, у него не будет дерево. Дерево будет бесплодным. Сожжено будет. То есть Христос также мыслит в категориях ветхозаветных прав. А чего же мы хотим от апостолов? Они точно так же думают. Так что тем больше человек живет с словом Божиим, тем больше он удивляется. Это, кстати, если бы сегодня была у нас Екатерина, которая хотела психологию молитвы. То вот как раз сегодня этим проиллюстрировать. Что большая часть живет в церковной жизни прошлой. То есть различными, думаем, что покаяние, на самом деле это может быть состоять из стыда, вины. Либо прошлым живут всю жизнь, либо будущим. Страх того, что будет там Антихрист. Страх того, что нас обманут. Что государство начнет гонение. Страх чего-то. Но весь парадокс в том, что религия и не там, и не там. Христос не призывает к тому, чтобы мы чего-то страшились. И не призывает к тому, чтобы мы постоянно думали о грехах. Напротив. Где мы как раз в псалмах видели. Как узнать, что человек исправляется по его добрым делам. Если человек всю жизнь исповедуется, каяется, но при этом у него не происходит изменения жизни. То он мертв. Вот Христос в своей жизни очень часто говорил, что Отец Небесный дал ему власть, чтобы мертвые услышали голос Сына Божия. Так вот, в своей проповеди он имел в виду израильский народ. То есть мы с вами мертвецы до тех пор, пока не услышали слово, и до тех пор, пока не родились, а Духа Божия. С его точки зрения. Вот апостолы в такой ситуации, что они тоже еще наполовину находились как бы в процессе родов. Вроде бы обидели все эти пресса, но сами они были относительно частью этого процесса. Христос дал им какие-то дары. Они могли бесов исцелять, но сами они не рождены от Духа. Дух Святой в них не говорил еще. Поэтому ничего удивительного, что они удивились сами, что Христос, оказывается, имел в виду физическое воскресенье. Это хорошо, если человек умеет удивлять. Это удивление относится к настоящему моменту. И не только удивление, но и радость. Что такое удивление? Когда человек способен получить что-то новое, что не было в его опыте раньше. Радость – это когда человек получил удовлетворение от жизни, от того, что происходит здесь и сейчас. Поэтому апостол Павел говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, обо всем благодарите. Обратите внимание, нигде у апостолов мы не встречаем заповеди. Все время кайтесь, все время будьте мрачными. Христос говорит, если вы поститесь, намажьте голову свою, чтобы все думали, что вы не поститесь. Вы поститесь для Бога. Потому что пост не в том, чтобы что-то не есть, а чтобы не есть для того, чтобы кого-то накормить. Видите разницу? То есть пост, как и все, может восприниматься как предство к добродетелю. А вы говорите, удовлетворение? Что? Радость. Это удовлетворение какой-то потребности. Если человек просил у Бога чего-то, и вдруг, когда уже даже ничего не ожидал, и вдруг оно Богом дано. Вот об этом в другом псалмах говорится, что радость от удовлетворения, как радость от долго не вбывающейся надежды, и потом, которая вдруг исполнилась, это дерево жизни. Вы же читали, да, в Библии, что когда людей Бог поселил в раю, Он сразу же дал два дерева. Одно дерево познания добра и зла, с которым у нас сплошные проблемы, да? Мы любим всех судить, в то время, когда суд должен вершить только Бог. А вот другое дерево, дерево жизни, человек так и не съел. Хотя Бог не запрещал ему брать дерево жизни. Обратите внимание, дерево познания добра и зла, Адам и Ева все-таки плод съели сразу. А потом следующий эпизод. Давайте его выгоним, чтобы он не съел с дерева жизни. То есть смотрите, не так уж долго Адам с Евой были в раю. Первое, что они съели, то, что было нельзя. А ведь могли бы дерево жизни съесть. Вот это вот, в этом вся наша сущность людей. Если бы послушали Бога, был бы совсем другой результат. Он нам говорит, вот вам дерево жизни, поступайте вот так. А мы говорим, нет, нам нужны приключения. Вот нам приключения на несколько тысяч лет. Какие ваши по этому поводу мысли? Мысли возникают по ходу нити, повествования разные. У меня вот сразу возник такой вопрос. Получается, я другим-то участникам не даю слова сказать. У меня сразу возник такой вопрос. Вот мы живем, мы пытаемся, пытаемся только соответствовать каким-то правилам установленным. Исполнять какие-то, ну как бы это ни было, мы стараемся исполнять ритуалы. Ходить в храм. Для кого-то и причастие, и исповедь, это тоже своего рода просто ритуал. Ну, раз так положено, мы ходим. И основная людей, я так считаю, потому что я сужу по себе. Мы в какой-то мере это делаем из страха, что а вдруг, да, мы не спасемся, да? А вдруг, да, я сегодня не прочитала, да? И вот меня какая-то кара небесная постигнет. Но ведь это же неправильно, должно же быть не так. Должно же идти, наверное, все-таки все от любви, да? Правильно? От любви. Я должен настолько возлюбить Господа, чтобы у меня даже мысли не возникло, как я так лягу спать, да, не взяв это правило в руки. Получается, мы уставшие, мы вот вообще уже нам не до того. Взяли книжку, там, просто прочитали, помолились. А на самом деле-то ничего не произошло. Можно с тем же успехом было сказать, Господи, прости меня просто и лечь спать, и это было бы, наверное, в какой-то мере лучше. Вот почему мы в основном это делаем из страха, и как в себе воспитать того, кто, которая нужна, который от нас, наверное, Господь ждет? Хорошо, спасибо. Вы видите, в чем дело. Апостол Павел говорит о том, что совершенная любовь изгоняет страх. Совершенная. Ну, отнюдь не все люди совершенные. Не в теории, а в практике. Вот мы сами говорим, да, что бывает, наверное, у нас уже совсем нет ни времени, невозможность уделить место Богу. А вот здесь основная проблема какая. Первый же псалом начинается со слов. Начало премудрости, страх Господа. То есть, в Гавине. А там же, в том же псаломе, есть еще кое-что. Блаженый муж, неходящий на слове, нечестивый. Это все, это некие частности. В чем заключается этот страх? Страх – это некое благоговение. Страх, в отличие от тревожности, это знание своего источника. Вот если мы любим, например, у нас есть, вот у каждого из нас есть значимый человек, да, я так понимаю, в жизни. Вот скажите, пожалуйста, если при этом значимом человеке начать говорить какие-то гадости, как вы считаете, будет нам приятно? Нет. А почему? Потому что задевает самолюбие. А еще что задевает самолюбие? Наш образ перед ним. Мы ведь, если будем вести себя недостойно, того человека, который для нас важен, мы ведь в таком случае можем оказаться и ему неинтересно, он может в нас разочароваться. Спрашивается, если мы не имеем такого страха перед Богом, верим ли мы в личного Бога? если мы можем делать все, что хотим, в том числе и не думая о том, что мы его обидеть и оскорбить своим поведением, недостойно. мы верим в это время, что Бог, что Он в нас верит, если делаем что-то плохое? Нет. Немножко перевели в другую область, да, вот того, помолиться или не помолиться, в наше поведение в жизни. Ведь Бог не только тогда, когда мы молимся, ведь любое наше действие в этой жизни – это ритуал. Жизнь дает нам различные возможности для себя. И в зависимости от того, как мы себя проявляем, мы бываем либо достойны оба Божьего, ведь человек, сотворил образ Божьего, либо недостойны этого. И если у человека нет этого страха, то значит, он не любит. Видите, любовь может быть ротней, но начало премудрости, то есть десятина, это вот как раз вот эта благоговейная боязнь показаться недостойным своего любимого. Но это только начало. На самом-то деле, очень многие наши проблемы, вот вы затронули, что иногда по ритуалу нет возможности помолиться. Действительно, смотря какой ритуал мы имеем в виду. Ведь первоначально отношение к Богу, всегда библейское, было не общественным, а институтам. Первые богослужения совершались где? У Авраама в шатре. Даже у, когда Бог выводит их из Египта, кто первые богослужения совершает? Трисвишн, отец семейства. То есть, если у вас в одной комнате, ну, в квартире, в вашей семье, то значит, кто совершал эту жертву Игненка? Ваш муж. А если вместе с вами живут ваши родители, то ваш отец. Вы понимаете смысл? Если это ваше интимное дело, то в таком случае не самое важное бежать куда-то в какое-то собрание, чтобы все видели, какая я там из себя благочестенна. Вы видите, да, разницу? Христос что говорит? Зайдите в комнату и помолитесь отцу в тайну. Он этого ищет, а не на улице встали и демонстративно креститесь, клоняйтесь. Это тоже надо, но это не самое главное. Самое главное это насколько Бог место занимает в жизни семьи. Помните, дерево, семья, ваши потомки. Будут они благочестивыми, то есть вы заложили предание традиции или же они нечистивые. То есть это и ваше оправдание может быть в одном случае и наоборот ваше осуждение. Вот почему мы имеем возможность влиять на судьбу умерших. На самом деле каждый за свои грехи будет суден. А вот есть одна вещь интересная. если проявляется правильный то это плод предыдущего дерева. Значит не просто так, значит не все плохо было в корнях. Раз появился человек, который любит Бога. И наоборот, если родители благочестивые, как они думают, а дети у них не пошли по Божьим, значит что-то не так в этой религиозности. И вот здесь очень важный момент, мы возвращаемся опять к религиозности. Это религиозность интимная, семейная. В каком случае нужна общественная религиозность? Мы видим первое богослужение. То есть когда евреи из Египта, Пасха, Песа, в каком случае совершается общественное богослужение? Если в семье так мало людей, что они не в состоянии за один раз есть жареного ягненка, Пасху, когда они приглашают еще кого, и появляется что? Приход. Понимаете, что такое приход? Приход это собрание недоделанных семей. Если мы внимательно посмотрим на наших предков, вот у нас рядом есть Переославль. Лучше съездите не в Троице Сергию Лавру, а съездите в Переославль, как-то бывает, съездите по городу, и вы увидите, сколько там храмов, больше, чем домов. 400 храмов. А что это означает? В каждом доме у наших предков был свой храм. Почему? Потому что детей было много. А у нас, то есть, скажите, кто быстрее в стене на церковь откажется от содержания храмов, у которых их предки построили храм, и он является домашним, или те, кто значит, у кого в районе просто построен храм городскими властями. Те, которые предки, конечно же. Те, кто защищает свой дом, свою традицию. Поэтому, знаете, есть, можно даже сравнить, вот есть народное такое, народная приспазка, умереть за собственный дом. слышали, да, такое? А вот какая у вас эмоция возникает, когда сказать, я умру за квартиру? Тот же самый. Нет. Эмоция совсем другая. Вот в советское время было очень много фильмов с подтекстом. И вот в одном из этих фильмов кто-то из знаменитых актеров говорит малогабаритные квартиры, малогабаритные души. Души стали малогабаритными. Как можно в квартире заниматься благотворительностью? А в доме, собственно? Вот мы видим, что наши предки строили дома для престарелых, для дома работные. то есть по людям, которые в трудной ситуации находятся. То есть сегодня мы все надеемся на государство, а сами перестали быть христианами. Поэтому и возникают такие вопросы. Как же так? Мне срочно нужно побежать в собрание, то есть собрание недоделанных семей. А если бы большая была семья в доме, был бы свой собственный храм, у вас бы такой вопрос возник? В домострое так и говорится. Мужчина, глава семьи, обязан ходить на богослуж каждый день, потому что это домашний храм, а его жена, то есть хозяйка дома, по возможности. Ну и спрашивается, есть грех в том, что вы не успеваете сбегать на богослужение куда-то? этим должен заниматься глава дома, для того, чтобы он знал, куда семью везти, видите, а у нас сегодня в храмах в основном кто? бабушки. А это означает, что церковь вымирает. Вот в старообрядческих храмах большинство людей в храме это мужчины. В Грозном два-три года назад освещали мечеть. Кто-нибудь смотрел репортаж? Миллион человек пришло, и кто это были? мужчины. Первая церковь была куской. Женщины тоже были, но у них свое служение. И что это означает? это означает, что ваша Бога о том, что что-то не так обоснован. Но только это ложный стыд, ложный страх. Вы думаете, что если не побегу в храм, то я Бога предала, не успела там помолиться. Но в том то и предаем Бога, когда не находим стыд. То есть когда мы вообще не совершаем никакого служения. Но от именно христиан из язычников, вот апостол Павел об этом четко говорит, ребята, от нас не требуется досконального исполнения закона вреев. Апостол Павел говорит, вы свободны, найдите ту нишу, где можете Богу от всей души с любовью сказать, вот это Господи, я не могу большие правила читать, как монахиня в монастыре. Но вот это я делаю именно как служение. Я ненавижу например свою я не о себе говорю. Вот кто-нибудь скажет, я ненавижу свою тёщу, а ты возьми и позвони. Это твоё служение. Понимаете о чём речь? посмотри, что является улучшением Царства Божия вокруг тебя. Для некоторых православных женщин может быть это начать кормить мужа. Есть и такие знаете в анекдоте, которые приходят на исповедь и говорит что-то муж у меня совершенно неверующий. ну а священнослужитель всё-таки видимо не самый глупый. Он говорит а ну-ка позови своего мужа. Я понимаю конечно что должна быть религиозность но я прихожу с работы и вижу что весь день она спит а ночью начинает молиться. Я понимаю что молиться надо но ночью я спать хочу и спрашивается и в чём её служение она элементарно его не кормит ну и как же Бог будет вот для женского полезного Екатерина уже знает всем может советовать вера возьмите себе и выпишите распечатайте тричь 51 и вот всё что вы там увидите это ваш идеал это не значит что нужно выполнять всё это идеал но если вы хотя бы увидите что-то ведущее к этому тропинку то всё начнёт налаживать вот как раз у нас будет в январе круглый стол и вот его название весьма говорящие служение как форма богообщения Христос как говорит кто любит меня тот заповеди мои соблюдёт то есть если мы любим читать акафисты но не выполняем его заповеди мы любим его конечно нет вот об этом Христос говорит в молитве не наговорите пустого так делают язычники вы представляете он предупреждает апостолов что будем потом мы с вами он предупреждает что будут потом время когда появятся православные христиане и будут вместо подражать Аврааму они будут читать им акафисты вместо того чтобы сказать преподобный отче наш Сергия мы хотим как ты начать самостоятельно помогать друг другу строить дома мы хотим значит создать такой чтобы люди вокруг нас учились христианству нет мы же так не говорим мы лучше пропоем акафисты скажем радуйся преподобнее и теперь значит моли бога о нас он значит нам в своей жизни выполнял заповеди а теперь пусть выполнил за нас логично особенность мы говорим фарисеи это такие люди нехорошие чем такой подход принципиально отличен от фарисеев знаете в буддийских монастырях есть такие бобины закручивают нюки акафистов подходишь к такой бобине круглая вещь кладешь денежки крутишь бобину акафист прочитан чем это принципиально отличается от нашего смысле они не читают просто механические действия совершен а у нас чем отличается приходят люди приносят деньги заказывают акафист и на этом акафисте парят священнослужитель и хор ни одного человечка чем это отличается сам человек не пришел молиться с церкви акафист или дали деньги а ну-ка пожалуйста нам там прочитайте выньте птичку очередную а ты сам где богу это надо получается мы опять же как и в евхаристии воспринимаем все магически ну как вот вы сразу сказали страх что что-то будет не так то есть бог нам даром не нужен нам нужно чтобы потом был билет чтобы не было чем у остальных вот и все а все почему потому что нами интимно семейно не востребованы мы не понимаем сам смысл что благотворить именно домашней церкви в первую очередь а потом уже миссионерской церкви вспомните у нас часто люди приходят в храм и раздают денежки бедно но насколько это отлично от того что бог на самом деле от нас требует в книге пророка исаи четко говорится не сказано вам чтобы ничего не кушать и раздавать лентяям ты введи нуждающегося в дом твой то есть накорми не деньги дай чтобы он где-то водку а накорми его накорми так чтобы это была мессианская трапеза то есть во время трапезы поговори о боге помоги человеку встать на ноги в домострой говорится что нужно послать сына своего чтобы он узнал а не нужно ли что-нибудь семье этого нищего а может быть он умеет какую-то работу так может ему лучше работу дать вместо того чтобы дать ему эти пять рублей и заставить его фактически а что он еще больше может сделать как только как только не напиться с горем для нашей помощи и вот получается что в еврейской традиции наши трапезы кстати ближайшая рождественская трапеза когда мы будем друг с другом говорить рождественский гусь получился гораздо вкуснее обычно вот эта трапеза языческая то есть если во время трапезы присутствует размышление о празднике не присутствует обсуждение праздника так что дети научаются отношению родителей когда все люди поют ну хотя бы даже как Екатерина Анатольевна калятки пусть это калятки языческое изобретение но о Боге о Христе да то есть дети и радость получают и они получают какую-то пользу где они еще эту пользу получат в светской школе где они еще об этом получают вы это единственное время когда Бог через вас может достучаться до детей до близких до нуждает чем вам не служение то величайшее служение диканьи даже можно сказать апостольство каждый христианин который вообще в этом задумал послание апостол точнее где Христос говорит не молитесь чтобы наговорить пустую если вы о чем-то даже захотите помолиться вот например о своих близких о нуждающих помните что Бог хотел чтобы мы помолились об этом нашего прошивка то есть раз у нас мысль появилась значит Бог этого хотел увидите если мы это будем чувствовать если мы так будем относиться к молитве то Бог может действовать через нас потому что мы очень часто об этом вообще не думаем мы думаем что должен выполнить то что хотим вот разница между волей и хотением вот у Феофана Затворника есть одна мысль попробуйте сделать то что вам не хочется но вы знаете что это надо были у вас такие моменты вот в таком случае первый раз прикоснулись к воле потому что обычно мы делаем то что хотим а это не воля это хрень и вот хотение не всегда является нашей волей она может быть волей совсем другого рекламы познания добра и зла вот для этого то что мы с вами говорим для этого и нужны духовники то есть люди могли бы руководить человеком у которого вдруг появляются вот такие практические вопросы теоретически рассказать обо всем можно в пять минут это то же самое как педагог говорит вам нужно идти сюда и не нужно идти туда а вот каким образом перейти если проблема вдруг возникла каким образом можно было бы решить вопрос когда что-то нужно а он очень не хочет вот тут уже нужен духовник то есть духовник то есть человек который хоть немножко владеет видением если не видением напрямую как апостолы как получили Духа Святого то хотя бы как Слово Божие потому что пророк это тот кто Слово Божие говорит а человек который изучает Слово и видит его он тоже хоть немножко вот пророк сегодня мы видели на библейском конкуртировании как можно и так можно каждый день находиться в состоянии научения от Бога только не все этого хотят раз мы здесь собрались значит Господь по крайней мере до кого-то достучал ну что Вера мы ответили на вопрос или еще я лучше помолчу пусть другие девочки теперь вопросы зададут а то получится все мне посвящен посмотрим посмотрим хорошо да да Наталья вы хотели бы какой-то аспект сегодня прояснить или может быть ваши впечатления от нашей сегодняшней беседы называют как себя подготовить к Рождеству разные можно через чтение молитвы добрые дела может быть я об этом тоже и на эмоциональном психическом уровне что нужно сделать хорошо спасибо большое но сегодня мы уже отчасти этот вопрос затрагивали когда рассматривали псалмы то есть представляет собой пение ангелов слава вышней богу и на земле мир в человеческих благоволения то есть Христос явился как царь для людей которые выполняют заповеди божьи настолько царь для таких людей что даже родился по закону вот евреи в праздник кущей должны были жить на чистом воздухе под палатку то есть они должны были помнить о том что как народ они родились Христос родился тоже в палатке в палатке то есть настолько на чистом воздухе что его постель была кормушка для скота кормушка для скота мало какой человек мог себе позволить родиться не на кровати а в кормушке для скота поэтому Христос потом скажет человеку который захочет за ним идти лисы имеют норы и птицы лезда а сын человек не имеет где главы подклони который был сотворен в пустыне и имел только одну надежду и ограду это самого Бога понятно что нам можно в чем-то этому подражать но Христос как мы видим из песни ангелов является радостью для всех тех кто хотя бы идет этим путем и вспоминая о том что все наши молитвы точно так же как и псалмы являются не просто средством для вычетки а учением то есть каждый псалом по идее мог бы быть для нас основой молитвы то есть нам не нужно большое количество молитв попробуйте рассмотреть один псалом рождественские песнопения тихиры посмотрите а потом обратите внимание все псалмы это песни мы сегодня в этом убедились у нас даже с вами есть некие аналоги псалмов они по-другому со стихирами вот мы начали с одной из такой из таких стихи царь небесный дух истины звездеский и все наполняющий приди и вселись у нас это фактически стихи это стихира каждый стих рождественский рождественский стих если воспринимать его не просто как стих а как научение как песню дает и эмоциональный заряд и повод к тому чтобы мы немножко есть к духу праздник слава Богу и так далее то есть что мы можем сделать мы можем элементарно увидеть что к Богу можем приблизиться через восприятие своей мы можем посмотреть на ближних ведь рождество это семейный праздник кого можем сделать добрый вот это один из тех праздников когда угодничества много мы вообще редко делаем такие вот дела душевные чтобы они были еще и Богу угодны а здесь много от нас не требуется начнем с того чтобы воссоздать или хотя бы укрепить узы домашние самые ближние ближние это наши домашние сделать их счастливыми в этот день и как говорит после этого Иван Богослов если совесть не осуждает нас то мы имеем дерзновение к Богу то есть если мы сделали первое что говорить не имеем дерзновения если мы если совесть не осуждает нас то мы имеем дерзновение к Богу если у нас эмоционально присутствует не некая печаль постоянная о грехах а радость от того что мы хоть ножка смогли повод для печали обратить в доброе дело помните да повод для печали это обращение в прошлом а все прошлое и будущее для нас это не настоящее это наши фантазии о себе нас призывает быть здесь и сейчас мы фантазируем не о том как мы сделаем людям добро а мы получили представление и тут же сделали и тут же появляется результат и эмоционально и реально это наше будет совсем другой почему да потому что каждое наше воздыхание даже во время служения уже будет перед Богом молитвы каждое наше дело может быть молитвы вспомните Иосиф когда был в Египте рабом у него постоянные были коленопреклонения что он занимался своим делом то есть будучи узником он видимо проанализировал ситуацию ага значит Бог хочет решал служение здесь а что я здесь хорошего могу сделать вот бедный тюремщик вынужден обходить сто ему же трудно представляете ближнего нашел тюремщику а давай ка ему обратите внимание денег за это не дают ему не дадут возможности отдыхать по сравнению с другими он наоборот больше работать будет все педиаты ждут когда же закончится срок как у нас срок жизни а он говорит тюремщику а давай я буду за место тебя разносить еду начал разносить еду единственное что он мог сделать через некоторое время ему дали служу раз это у тебя получается делать его стали уважать за что это что он следовал путем божьим он сделал первый шаг кстати очень интересный момент кто же все должен быть духовником вот как вы считаете вот у нас в книге Абвит Абвадорофея есть четкий ну что Вера давайте вы попробуйте вот ваше представление кто же должен быть духовником я только угадать могу ну может быть самый старший самый мудрейший священников у кого больше опыт в том числе его отслужения это очень хорошо Наталья вы как считаете кто должен быть духовником если семья то в семье муж для жизни для себя духовником хорошо и тут не любит такие размышления Наталья Дарья а вы как считаете кто должен быть духовником наверное какой-то духоносный старец наверное не обязательно самый мудрейший духоносный может быть и молодой а теперь слово авиадорофей у авиадорофей есть четкая значит методология каким образом он стал духовником авиадорофей был только в строительстве монастыре и его брат и его брат из мира строил больницу и авиадорофей и авиадорофей любил приходить к больным и с ними разговаривать и через некоторое время вдруг игумен увидел это к вопросу о том кто сказал самый духоносный самый старший нет самый старший это игумен самый старший а вот авиадорофей просто игумен заметил что больным с ним легко им становится легче у него талант вот его ты и поставил а если бы он не ходил к больным объявился бы этот талант вот то есть талант есть у того у у кого интерес вот если у человека нет интереса к другому человеку практическим психологом он стать может так что духовник это духоносный психолог должен быть по идее так что человек хотя бы стремится любить ближе он уже в какой-то степени как говорит апостол Павел носит друг друга и тем исполняет закон вот пожалуйста так что это главный а кто остальное каким образом вы понесете тяготы других радость вы принесете это зависит от вас понимаете понимаете в чем свобода вот у еврея нужно поступить только так и не иначе потому что так говорит закон а нам апостол Павел говорит ребята зачем вам становиться евреем башка беззаболи начнете начнете выполнять то что нравится вы любите Бога и выполняете только одно что в этом вы выполняете весь закон вы понимаете как стяжает дух Божий он стяжается только тогда когда человек находит свой путь он встает на дорогу и дальше уже совершенно другая история вот если человек задается ложным смирением как у нас часто говорят ну я же самые грешные мне никогда до этого не додуматься ну в таком случае будем по кустам ирак и никогда на этот путь не выйдет да ну вот наш час как мы видим мы видим что когда всякую тягомочину разговаривает идет а у нас время прошло быстро а это означает что хоть этот час мы прав ну и соответственно давайте поделимся что мы сегодня интересного для себя нашли вот давайте вера я вот что хочу сказать в процессе вы сказали вот не кто-то делать а надо иди и делай вот тебе ну я не дословно конечно тебе вот указали уже путь твой вот иди вот это нужно делать вот сегодня с нашей этой встречи возникла вот такая вот я вообще не хотела честно скажи я не хотела участвовать в беседе потому что ну у меня в последнее время немножко депрессивный настрой и ну я не могла себя переселить не хочу все не хочу все Катя мне когда написала не хочет поучаствовать я головой понимаю что надо а не хочу ну раз надо значит я буду участвовать вот видимо в таких вещах тоже проявляются какие-то вот 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 указания мне же вот никто не сказал надо а вот сложились обстоятельства человек написал все я здесь с вами поэтому и вам Николай Викторович и Кате тоже что она в какой-то мере приобщила меня сегодня и немножко меня вот вытянуло от моего какого-то болота в котором я сейчас немножко нахожусь спасибо всем ну раз у вас есть благодарность значит уже не совсем болото ну надеюсь да благодарю вас Наталья что вы можете хорошего сказать нашим сестрам что-то интернет не любит духовно да в преддверии Рождества Христова я тоже очень болото мы видим старания Натальи мы видим даже благодарна Господу что после кавида на преддверии Рождества случились вот эти инсайты это правда свет не правильно хорошо мы мысль по ней благодарим Дарья что вы нам скажете перед Рождеством Христовым надо читать эти молитвы это конечно надо но главное во-первых понимать то о чем мы читаем второе это делать добрые дела и одно не отменять другого молитвы добрые дела должны быть равны все правильно и может быть даже меньше надо молитву читать можно даже не все правило а только то что понятно спасибо большое ну и Екатерина что вы можете пожелать нам всем ума спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мысли были простые, навеянные все только Божьим Духом, идеями, целями. И желаю всем, чтобы на вечере Рождества Христова нас поселили. Нашу веру вместе посетили еще надежду и любовь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...